Термины изобретённые мной, возможно, я не прав. То есть есть классический мониторинг, это секреты выкрикнагиваются или экзакиваются. Когда мы указываем какой-то порог или два порога для ворнинга, то есть разные степени тяжести, так сказать. И в этом случае при прохождении этого порога система нам что-то сообщает, что что-то плохое случилось. И есть статистические, про которые я стараюсь сегодня немножко рассказать. Это когда за счёт математических алгоритмов система смотрит, скажем так, за данными и сообщает, если ряд статистических алгоритмов сказал, что что-то тут не то. Чем по порогам мониторинг? Есть данные, скажем так, которые вы не знаете. То есть это всё, что под порогами указали, там, не знаю, сообщать, что... Ну, есть уровень 25 мегабайт, например. Когда 26, то система вам сообщит, когда 24, то не сообщит. Хотя, возможно, 25 и 24 так же плохо. Одинаково плохо. И есть ситуации, когда, наоборот, мониторинг слишком активно вам о чём-то кричит. Например, просто в периоды пиков нагрузки просто потому, что вы поставили так свои уровни. Хотя это происходит каждый день, там, с пяти до шести. И каждый день с пяти до шести ваша система мониторинга орёт. Хотя ничего такого особенного не происходит, потому что это происходит каждый день, и это нормально. Да, то есть вот на графике видны, скажем так, false positive. Ну, то есть когда, ну, чуть-чуть посещение вашего сайта, допустим, чуть-чуть выросло конкретно сегодня. Хотя ничего страшного. Наоборот, то, что находится ниже уровня, это нестандартное поведение системы, но вы его не видите. Соответственно, зачем нужна вот система выявления аномалий? Вы можете собирать данные вообще обо всём, обо всём системе. Количество зарегистрировавшихся пользователей, количество планетела, и куча-куча всего, да. То есть есть система, которая позволяет записывать данные обо всём, о чём вы захотите. И может сложиться ситуация, что у вас огромное количество метрик и графиков. Ну, там, не сто, даже не двести, а сто тысяч. Да. Нет, я просто к лучшему виду. А, отлично. Только сто тысяч. Сто тысяч. Ну, да, но вы не способны самостоятельно это всё проанализировать без каких-либо инструментов. Ну, просто человекомеряющим способность. Соответственно, есть системы, которые могут вам помочь обратить ваше внимание на нестандартное поведение в каких-то метриках. Какие бывают, да? Ну, это, наверное, только некоторые, из которых я нашёл. Например, Anomaly Detectives для Splunk. Splunk — это, по-моему, интерпрайс-система для мониторинга. Есть система SumoLogic. Это облачек. Это как-то, например, ELK, Stack, LXR, планы его стажа. Вот Splunk — это то, что мы задели? Ну, да. То есть это задели. СумоLogic — это тоже за деньги. Это система обработки логов. Облачек. Есть Grog для AWS. В принципе, он вроде бы умеет... Ему можно скармливать данные, но тем не менее он более заточен по AWS. И их вот эти вот трех систем, они все делают. Так или иначе. И есть так называемый Kiel Stack от компании Etsy. Они выложили это дело в open-source. Etsy.com, по-моему, это сайт, типа, такого магазина для ребят, которые делают хэнк-мейт штуки. Вот. Ну и, естественно, она бесплатно, она open-source. Есть на GitLab, GitHub. Вы можете ее посмотреть. Написано на Python. Да, она, по-моему, уже довольно давно не обновлялась, но тем не менее работает. И так как она написана на Python, вы можете ее модифицировать без особых сложностей. Вот так вот выглядит вывод. Да, например. Вверху — это график за час. Далее — 24-часовой график. И красная черта — это тот уровень, когда сработало определение, что какое-то нестандартное поведение. Ну, в данном случае график, конечно, очень такой наглядный. И сразу видно, что что-то не то случилось. Ну и дальше список метрик. Все основы идентичные. Что? Это не сетевые? Ну, да. Но вы можете и сетевые данные туда запихивать. То есть, если я туда не буду влазула, то есть... Нет, оно не разбирает. Оно не разбирает. Сейчас скажу, ну, обращу ваше внимание, что такое вообще метрика. Есть название метрики, оно чем-то похоже на систему доменных имен, только наоборот. Да, то есть у вас есть какая-то общая группа, ну и более-более. Например, у вас может быть там компания, потом веб-сервис, потом там веб-сервис, находящийся в таком-то дата-центре, и там такое-то значение, там лабора. Это, грубо говоря, название. Также вы пишете timestamp, ну, то есть информация о времени и значение. И, естественно, это такой набор-точек, из которых уже можно построить график, можно не построить, можно просто обработать. Но график просто очень наглядная штука. И второй элемент кейл-стека — это Oculus. Про Oculus я рассказывать не буду, только в общих чертах. Соответственно, когда вы нашли какую-то аномалию на каком-то их графике, вы хотите найти какие-то связанные с ним процессы, и, допустим, вы можете найти похожие графики. И Oculus этим и занимается. Да, то есть здесь, в общем-то, видно, что есть, там, вот здесь, да, некая реакция между графиками. Это построено на Lasticsearch. И почему я об этом не рассказываю и сам не пробовал? Потому что она очень затратная по ресурсам. Мне рекомендуют использовать, ну, как минимум, два сервера четырехъядерных с 12 гигабайтами оперативной памяти. То есть дома, как бы, это довольно проблематично потестить. Нет, кстати, может, и получится, потому что данных не та накрутка. Да, данных мало, может, и получится. Я не пробовал. Можно вопрос? Да. Собственно, суть в области. Просто у него передатка, который так не перерял свой взгляд. Дальше. Фактически так и есть, да? То есть вы нашли какой-то показатель? Или он? Да. Я за счет того, чтобы он мне это показал, или он сам ответил, что вот утро. Не работал, не скажу. Но, как я понимаю, есть Skyline, который находит аномалию. Вы не знаете, что в этой метрике аномалия, и вы говорите, хочу найти реляции вот с этим вот аномальным графиком. И Oculus может вам помочь в этом. Собственно, он работает на основе статистических алгоритмов. Честно скажу, у меня со статистикой не актив. Поэтому я вам не расскажу четко про них все. В общем, цель в том, что в Skyline уже запрограммирован ряд алгоритмов. И они, скажем так, голосуют. То есть вы можете сказать, допустим, в случае срабатывания там шести алгоритмов, их, по-моему, девять и всего, и десять, то система вам сообщит. Соответственно, вы можете поставить меньшее количество. Тогда будет срабатывать чаще, но, возможно, менее надежнее. И если вы сильны в этом, вы можете добавить свои алгоритмы, пожалуйста. Сейчас я секундочку расскажу про него. Например, используются контрольные карты. Это когда вокруг ваших данных строится, скажем так, некая граница из правил 3 сигма. Вы спрашиваете меня, что это. Если есть вылет за границу, то, значит, наверное, что-то не то пошло. Есть линейная регрессия, то отклонение от линейного тройда. Есть способ, например, когда данные попадают в ту область, где раньше данных было мало. Значит, не знаю, все были в районе от 1 до 10, я виртуально не знаю, вдруг появилось какое-то значение, равное 20. Значит, наверное, что-то не так. Поддерживается еще аномалия второго порядка. Это экспериментальная функция. По-молчанию выключена, но она довольно забавная. Это когда какая-то метрика становится аномально чаще, чем обычно. То есть, например, у вас аномалии выскакивали раз в полчаса, а тут раз в минуту начали выскакивать. Наверное, что-то пошло не так. Ну, примерно так. Состоит из четырех, можно сказать, таких частей. Это горизонт, будем называть его горизонтом. Это система, которая получает данные из графита. Он поддерживает полностью возможности графита по получению данных. А графит — это система для, собственно, сбора метрик. Ну, я чуть позже еще расскажу. Там, как на самом графитах, Carphone или Whisper, из Whisper, да, читали? Там используется Whisper, да. Ну, я расскажу здесь еще. По-моему, мне на следующем слайде нравится. Горизонт получает данные. Кат их имплигирует, складывает в Redis, собственно, база данных, которая работает в оперативной памяти и быстро. Но у нее есть недостаток. Она адекватно работает с ограниченным количеством данных. То есть фактически Oculus может работать на данных где-то за двое суток. Там, на самом деле, отключение 32 это индивидуальный Redis. Если надо больше, то можно поставить несколько Redis. Сделать тему Shard и тогда все. Я видел, у нас кроется работает. Возможно, но ребята этого не сделали. Нет, они не сделали. Я имею в виду вот эти ребята из этих. Не надо, это свойство Redis. У нас только Redis. Потом есть Analyzer. Это именно тот анализатор, который берет данные из Redis и обрабатывает их по статистическому времени. И, естественно, выдают результаты. Хорошо, плохо. И есть небольшое приложение на Франске. Это питомовский фреймворк. Который и отображает данные для того, что вы раньше видели. Собственно, как это все можно представить. У нас есть система для сбора данных о системе. Зайдекс и Гандли. Ну, Зайдекс напрямую не умеют, график писать. Но у него есть API и можно написать либо свой скрипт, либо найти уже существующие. Их больше одного. Есть Statsd. Это тоже система Ataxi. Она на Node.js. Она — это агрегатор данных. То есть наше приложение может впихать в него данные, например, о регистрациях пользователей. Кто-то зарегистрировал, софтом сказал. Туда он регистрирует, а, опять же, периодически сбрасывает график. Точно так же мы можем брать данные из логов и написать вообще свои скрипты любые. О-о-о, да, ты мне дошла. Это значит, что только что можно налепить на график, который уже есть. Да, это можно налепить на существующий графит. У графита у него есть система Carbon, которая занимается сборами. Есть Carbon Cache. Он уже складывает свою базу данные. И есть Carbon Relay, который можно использовать для кластеризации, например. И так как горизонт умеет понимать данные в формате графита, просто говоря, то мы можем поставить Carbon Relay и складывать данные в Carbon Cache и горизонт. Зачем нужен графит и Carbon Cache? Потому что Skyline не может хранить историю. Если мы хотим данные не за год, а за месяц или за год, просто иметь возможность их посмотреть, то, соответственно, нужен графит. Ну и у графита есть хороший визуализатор, то есть он внешний. Попадает горизонт, в редис, в аналайзер. И нас как-то уведомляет. Если Skyline умеет писать письма, в которые вставляют графики из графита, либо он умеет, по-моему, хип-чат и еще какую-то систему. Но так как это все на питании открыты, вы можете это делать и написать. На самом деле получилось очень кратко и быстро. Если хотите, мы можем глянуть, не знаю, конфиг Skyline с GitHub. Да, послушаем. А есть ли возможно, чувствуется вообще возможность описание своих первом модулям аналайзеров? Да. Что еще раз? Пожди на сети. Вы же на сети анализируете поведение. Чтобы это было быстрое количество. Да. То есть кода, насколько я понимаю, там немного. Бетонен, то есть легкочитание. Да, можно дописывать свои системы. Еще вопрос. Сейчас на голову отвечу. Нет, честно, я не пробовал. Это было в тестовом таком варианте, я смотрел. Хочется иметь какой-то не анализы только статистически на текущих промежутках, а не персоцитивные анализы, на которые ты смотрел. Нет, честно говоря, я ничего не видел. И ничего свободного мне не удалось найти, кроме этого. Может быть я плохо искал, но вот как-то так. Это только в Skyline. Самое адекватное. А где-то там опыт показывает похожесть в графике его корреляции на каком образовании? Они берут графики и разбивают его, скажем так, на участки в стиле вверх-влево и так далее. То есть там на примитивы, которые описывают какие-то там значения, ну просто направления. И потом сравнивают. На Elasticsearch это работает. А производительности не измеряли? Ну, специальная производительность не измеряла. Я принял это дело на VVPS-очке с гигабайтом памяти. И немного данных туда складывал. Работает. Вообще не могу сказать конкретно по производительности, но где-то несколько тысяч метров можно обрабатывать даже не на очень мощной машине. А заменить карбонный пункт? Пробуем? Нет. Да. Пробуем. Пробуем. Ну, это все. Учитали витамины здесь сегодня. Спасибо за внимание. Приходите в следующий раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...